Добрый день, дорогие наши друзья, дорогие наши зрители. Меня зовут Саид Мурот Довлатов, доктор экономического развития и бизнес-тренер с 1998 года. Саид Мурот Довлатов, доктор психологических наук, доктор экономического развития, профессор бизнеса и маркетинга, основатель и президент Международного центра развития человека само, инвестор в недвижимость, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин. Автор серии книг-бестселлеров «Философия муравья» общим тиражом более 2 миллионов экземпляров, издаются в СНГ и США. Владелец и совладелец 18 видов бизнеса. Индивидуально обучает 269 предпринимателей с годовым оборотом до 3 миллионов долларов. Международный бизнес-тренер с 1998 года. Идемте дальше. Мы вчера говорили об этом. Дальше следующее. Бедные мысли категориями толпы. Бедные мысли категориями толпы. Что значит бедные мысли категориями толпы? Знаете, вся мода, если посмотрите, то, что происходит на современном мире, она адаптирована и ориентирована на мышление толпы. Что это такое? Если вы внимательно посмотрите, все то, что происходит вокруг нас, она ориентирована на мышление толпы. Толпа. Это мода, это все менталитеты и так далее. Это мышление толпа. Толпа сам по себе. Вот внимание обратите. Толпа никогда успешной не бывает. Если среди толпы единицы, которые успешны, кто пойдет путем как толпа, он никогда не дадется успеха. Потому что это невозможно. Это нереально. Правую руку поднимем, повторим за мной. Если мы будем делать то, что делают все, мы получим те результаты, которые имеют все. Если мы будем делать то, что делают все, это золотая страница, мы получим те результаты, которые имеют все. Все богато не бывают, все счастливы не бывают, все умны не бывают. Чаще всего толпа бедная. Чаще всего толпа, это что? Нуждающие. Значит, толпа сидит возле телевизора. Так ты не садись. Толпа часто ходит по свадьбам, а ты не ходи. Толпа часто ходит по базарам, а ты не ходи. Ты будешь просветать. Мой наставник однажды мне говорил такую фразу. Он сказал, что знаешь, вот здесь дорога, есть дорога, внимание, есть дорога, где все толпы народа идут, а ты не иди по нему. Создай свою дорогу. Пусть она маленькая, но свою тропинку, ну, сделай его. Я сидел, думал, классно. Давайте посмотрим все миллионеры и миллиардеры в этом мире. Они создали свою дорогу сами. Стив Джобс создал Apple, свою дорожку. Да? Посмотрите, основатель WhatsApp. Как его звали? Я уже имя забыл. Нет, нет, WhatsApp. Ян Кум, да, по-моему. И вот он создал свое направление, свою дорогу. Давайте посмотрим, или это Facebook, супергер. И давайте любого этих богатых людей, посмотрите, они создали свою дорогу. Большинство из них вот так и сделали. Просто создай свою дорогу. И знаете, вот пусть маленькая, но она должна быть твоя. И ты просветаешь. И это здорово. Поэтому бедные люди мысли категориями толпа. То есть как? Они делят то, что делают другие. Они копируют то, что делают другие. Они мечтают жить как все. Или основная приоритет для них – не жить хуже других. Что скажут другие и как скажут другие. Не быть хуже других. Вот в таком духе. Что дают богатые люди? Богатые мысли категориями индивидуальности. Богатые мысли категориями что? Индивидуальности. Что означает, что богатые мысли категориями индивидуальности? Это означает, что надо найти свою именно сильную сторону. Надо найти свою индивидуальность. В чем ты силен? В чем ты особенный? Что есть у тебя то, что у других нет? Что могут тебе помочь быть индивидуальным? Знаете, у всех людей есть индивидуальность. Я этому верю. У всех людей есть индивидуальность. Нужно его, эту индивидуальность, находить. Например, я хороший тренер. Мне надо просто продолжать обучать и так далее. Наверное, от меня плохой бухгантер получился бы, или плохой администратор, или плохой, не знаю, водитель, или плохой механик. Я вообще понятия не имею, не люблю в этой машине залезть там и так далее. А есть люди, которые оргазм получают от того, что эти гайки крутят. Согласны? А мне надо сидеть, каждого человека такое, правильно? Вот это ваша индивидуальность. Другими словами, я хочу сказать, когда человек найдет свою индивидуальность, он однозначно просветает. Всегда. Люди просветают, когда найдут свою индивидуальность. Значит, получается, что проблема не потому, что жизнь сложная. Проблема в том, что люди не могут найти себя. Не могут найти свою индивидуальность. А чтобы найти свою индивидуальность, надо найти наставника, и надо тренироваться разную свою сильную сторону. Пока ты не найдешь, в чем ты силен. Но если ты не попробуешь, ты не поймешь, в чем ты силен. Правильно? Откуда ты можешь узнавать, если ты ни разу не попробовал? Это же надо попробовать, чтобы узнавать. Сложно людям найти себя, найти свою сильную сторону. Основная проблема людей в этом. А если ты не нашел, лучше найди наставника, лучше найди людей, которые в этом могут тебе помочь. И попробовать надо. Конечно, человек попробовать там, 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 потихонечку найдет себя. Если не попробовал, он не найдет. Это правда. Надо действительно так и делать. Наверняка это нормально. Наверное, это нормально. Возможно, что другие дороги есть. Но пока из того, что я вижу, которое много людей к этому подошли. Но как ты нашел какое-то интуитивное чувство, что это мое, ты его должен развивать. Я на миллион процентов уверен, что каждый из вас нашел свое, но вы очень легко прыгаете оттуда. Я уверен. Я на миллион процентов уверен, что вы однозначно, возможно, что вы нашли свое, но вы оттуда опять прыгали, поскольку привычка уже имеете, менять вид деятельности, искать там. Человеку всегда кажется, что где-то есть рядом что-то более выгодное, надо этим заниматься. Всегда человеку кажется, что что-то более выгодное есть. Надо это добавить, вот это надо еще делать, вот это надо делать. Человек постоянно прыгает с одного, другой, прыгает с другой, поэтому далеко не пойдет. Как вы думаете, Алла Пугачева могла бы стать такая выдающаяся певица, если она пять лет занималась бы, стала бы певицей, потом два года учительницей, потом три года, не знаю, что там, актером, потом еще пять лет с нарисом, потом еще кем-то другим, строительным еще работала бы. Она стала бы видеть, что певица? Скрыт вот в чем. Скрыт в том, что ты если чуть-чуть поняли, что это у тебя получается, вот получается, да тебе не надо, что я тебя полюбил. Я часто встречаю, что люди любят то, что у них не получается. А то, что у них сильная страна и легко дается, они говорят, ну что-то мне нет вдохновения, что-то. Ну легко у них это получилось бы. Но они это не делают. А на самом деле это их сильная страна. Странно просто, не понимаю иногда. Действительно так. Часто встречаю так. Люди, то, что у них хорошо получается, они это не делают. Они делают то, что им не очень получается, потом мучаются. Они говорят, а ты займешься этим? Он говорит, ну да. Ребята, не обязательно, что ты это полюбил. Этого не обязательно. Ты должен просто это развивать, из этого сделать шедевр. Потом поймешь. Потом любовь появится. Это правда. Потом еще какое удовольствие появится. Еще как. Вот так. Поэтому найдите свою индивидуальность. Как можно это найти? Я буду очень, два-три совета дам, которые очень сильно поможут вам. Как это найти? Когда сегодня пойдете домой, составьте список, вообще чем вы занимались до сегодняшнего дня в жизни. Что вы делали до сегодняшнего дня в жизни? Например, не знаю, где-то работали на зарплату, не знаю, бухгалтером, инженером, не знаю, педагогом. Или кем-то же вы работали где-то, технологом. Напишите. Может быть, возможно, бизнесом занимались. Бизнес тоже есть внутри много сферы. Что в этом бизнесе, что у вас хорошо получилось? Может быть, у вас хорошо переговоры получатся. Может быть, у вас хорошо получается только заниматься, может быть, продажа. Может быть, у вас хорошо получается только административные дела управлять. Может быть у вас хорошо получают бумажные дела, но продажи для вас просто кошмар. Есть люди, которые очень хорошо бумажные дела делают, но если ему сказать, что пойди одним клиентом разговаривай, у него заикание начинается. Понимаете, да? Может быть ты занимался бизнесом, но что из этого бизнеса тебе хорошо получается? Найди свою сильную сторону. Она обязательно видна. А теперь, почему у тебя не получается сейчас? Дело в том, что ты все смешиваешь. Субтитры сделал DimaTorzok